добрый день дорогие друзья с вами снова я анна антре писатель автор книги нити вселенной книга снов романа пробуждения сегодня я хотела бы с вами поговорить на такую тему как колесо баланса для женщины если говорить о том каким она должна быть с точки зрения конов созидания то есть конов мироздания и как мы вот по этому колесу должны двигаться я сейчас открыла наугад эту страничку думала о чем буду сегодня с вами беседовать и вот то что мне бы хотелось сегодня рассмотреть это то насколько мы скажем так в принципе живем согласно своему предназначению и как жить так чтобы у нас все-таки было здоровье и счастье благополучия там где мы есть с тем что мы имеем и теми кем мы являемся без вот этих вот разного рода придумок искажений и навязывание общества и так дорогие друзья первая ступень согласно предназначению тела то есть первое что мы рассматриваем своем колесе это тело здоровье красота отношения женская и мое женское предназначение так назвала вот этот вот раздел эта страница 304 в онлайн версии вы можете если у вас нет книги ты вы можете ее открыть на литресе в онлайн версии почитать и посмотреть насколько вы соответствуете этому своему предназначению и так первое что мы с вами рассматриваем это тело наше отношение с телом вот знаете есть такое выражение что люди придумали язык для того чтобы обманывать друг друга ну есть такое дурацкое но тело никогда не лгет то есть мы можем с вами очень часто недавно тут редактировала статью надежды ванны влах и вот вычитала у нее такую фразу так вот тело на самом деле никогда не врет потому что мы с вами в материальном плотном виде являемся такими каковы наши мысли почему люди стареют вот сегодня замечательное общение было у меня с мужчиной с человеком который преподаватель преподаватель физкультуры трудов там многолетний опыт у него уже и вот дядечка такой интересный игорь михайлович он мне показался достаточно таким народным человеком человеком из народа вот мы с ним очень хорошо всем побеседовали про женщин про отношения про то какие вещи я вот с чем столкнулась вот про то какие вещи люди должны себе позволять а что не должны и вот была я сегодня очень удивлена такому что действительно вот есть предназначение и мы с ним об этом удивлена что вот он тоже так считает и некоторым женщин нужно объяснять то что в нас природы заложено да и не только женщинам людям сейчас и вот одно из удивительных вещей которые я обнаружила это то что мы с вами согласно предназначению должны жить первое предназначение это предназначение нашего тела вот смотрите если мы родились вот в женщиной то у нас значит есть муж логично да у нас есть дети муж либо женщина предполагает жизнь допустим в служении например она какая-то там писательница или йогиня она может в принципе быть одна но тоже до определенного периода потому что жить одной никто из нас вообще не создан для одиночества и если мы остаемся одни то тоже по каким-то вот скажем так причинам судьбы или кармы то есть как правило люди остаются одни если у них есть такая задача то есть человек допустим прожил жизнь семье ну остался вдовой и так сложилось что уже не именно не нужны эти отношения женщина не будет строить их есть такие моменты когда женщины рождаются сразу вот просветленными и у них там вот путь в монашество там в помощь людям и они не нуждаются физически прямо в этих потребностях то есть у них нет потребностей в сексуальном или там в телесном удовлетворении они живут абсолютно вот скажем с собой в удовлетворенном состоянии мне нужен партнер это тоже уважаемо но как правило это сразу человек такой рождается есть такие судьбы которые нам известны как вот например известная наша композитор пахмутова у которой детей не было то есть есть люди которые рождаются с определенными особенностями тела и не рожают детей все остальное является непринятием своей судьбы и скажем так придуманными ложными стереотипами ну допустим вы какое-то время убеждены что нужно пожить для себя что не нужно ничего особо там зачем нужны эти отношения вот я лучше карьеру сделаю я там по путешествую вроде бы ничего здесь плохого нет но здесь такая знаете вот тонкая грань когда мы с вами начинаем жить для себя и не можем остановиться так вот нам хорошо что мы короче живем для себя и в общем-то иногда бывает что просто потом поздно вот жили жили для себя а для других и не успели или вот например детей не стали рожать а потом есть такая народная фраза родилка на кадилке и человек вроде бы и хочет и ко мне приходит иногда женщины которым уже так за там 30 глубоко 5 39 и хотят детей а я даже честно сказать не знаю смогут они родители нет потому что я им психологии